Для журналиста «Комсомольской правды» Александра Караваева подобные эксперименты не в новинку. Выживал на прожиточный минимум он уже трижды. Правда, как отмечает журналист, предыдущие эксперименты, хотя и проходили не без потерь, но в целом заканчивались удачно. В благополучном исходе опыта этого года он уже начал сомневаться. Итак, по мнению нашего государства, порядка 9 тысяч рублей, которые составляют прожиточный минимум взрослого, трудоспособного человека, должны распределяться следующим образом. Около тысячи на налоги, 2 тысячи рублей на непродовольственные товары, 4 тысячи на питание и чуть более двух на услуги, включая коммунальные. Если питаться на 133 рубля в день, у Александра худо-бедно, но получается, то сумма, отведенная на услуги, вызывает у него много вопросов. По услугам получается очень интересно, что если предыдущего эксперимента хватало запасов, то есть мы их проводили и зимой, и летом, то сейчас почему-то наше резиданское правительство насчитало почти 2200 рублей. Но понятно, что зимой, когда у нас отопление занимает 2-3, 3-4 от самого платежа, что уложиться в этот минимум просто нереально. Да, 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 да. Именно если человек живет один, даже в однокомнатной квартире, даже в хрущевке. Анастасия Кудряшова, коллега Александра, тоже решила принять участие в этом эксперименте. Правда, для нее это первый опыт. Несмотря на то, что живет Настя в частном доме, отведенную государством денег на коммунальные услуги, ей тоже не хватает. А ведь сюда же должны входить и транспортные расходы. Само собой, частный транспорт исключается, но и на общественный приходится потратить немало. Я посчитала, на маршрутке будут уходить около 800 рублей в месяц, при том, что я живу за городом. Но придется проходить в день довольно большое расстояние пешком, чтобы без пересадок. То есть от автобокзала до редакции придется ходить пешком. Но еще хуже обстоит дело с питанием. Эксперимент Настя начала с активной экономии на продуктах. Иногда отказывалась даже от ужинов и перекусов. Думала, ничем страшным ей это не грозит. Оказалось же, что с питанием подобным образом шутить не стоит. Потом у меня начались головокружения. Потом они стали все сильнее и сильнее. И потом появился такой очень странный симптом. Впервые я его ощутила. Мурашки по коже головы. В общем, как будто волосы шевелятся. Очень странные ощущения. И пришлось идти к врачу, к неврологу. Врач сказала, когда она узнала, что я участвую в таком эксперименте, она сказала, что мне нужно заканчивать с экспериментами. И посоветовала мне сдать кровь. Сказала, что просто питательных веществ не хватает. После этого Анастасии пришлось пересмотреть свой рацион и добавить в него необходимые каждому человеку продукты, в том числе и фрукты, что значительно увеличило ее траты. В результате сейчас перед девушкой стоит задача прожить оставшиеся 11 дней на 1 тысячу рублей. Более подробно о ходе эксперимента можно узнать в газете «Комсомольская правда». Ну а выводы делайте сами. Кстати, прожиточный минимум, установленный для пенсионеров, еще меньше – чуть более 7 тысяч рублей. Неужели наше государство считает, что на эти деньги действительно реально прожить? Продолжение следует... Продолжение следует...